Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я знаю, что я давно обещала вам записать это видео, точнее, как давно, оно должно было выйти в начале этой недели, когда в итоге произошел этот весь бум по поводу карантина, по поводу отправки документов почтой, легализации иностранцев, пособий и так далее. Я это всё прекрасно знаю, можете меня поругать в комментариях, но лучше позвать, чем никогда, поэтому, если вам интересно узнать, как же всё-таки остаться здесь легально, кто сможет получать пособие, как отправлять и вообще, как заполнять письмо в ужин. Я вас также в конце видео этому научу, и кто не знает ещё, потому что я знаю, что многие не знают это делать, как это делается. Поэтому, если вам это всё интересно, то продолжайте смотреть это видео дальше. Я вам не буду сегодня рассказывать, какие нужны документы для карты временного повода, для карты столового повода. У меня есть безумно много роликов на эту тему. Кстати, в 2019 году я вам снимала, как заполнять внёсок на карту часового по быту. Если вы хотите, чтобы я также заполнила для вас внёски на сталый повод, то напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, и я сниму для вас отдельное видео, потому что я знаю, что большинство людей сюда приезжает по карте временного повода, а те, кто с сталым поводом, они как-то немножко самостоятельные, что ли, либо никогда об этом меня не просили, чтобы я это сняла. В общем, если вам этот ролик будет такой интересный, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Поэтому я сегодня не буду вам рассказывать, какой пакет документов нужен. Я больше хочу с вами поговорить о той ситуации, которая сейчас происходит, а также, возможно, подсказать, что вам некоторым из вас делать, и самое главное – не паниковать. Сейчас в интернете у очень многих гуляет такое опиние, такое мнение, что иностранцы, которые остались здесь по визе, имеют право легально пребывать у тех людей, которая закончилась она, дальше на территории Польши, даже ничего не делая, при этом также работать. Так вот, я хочу развеять этот миф, можно так сказать, потому что, да, государство хочет принять такой закон, чтобы иностранцы имели право пребывать на территории Польши 30 дней после окончания своей визы, биометрии, то есть легальных каких-то документов для пребывания на территории Польши, но только для пребывания. Для того, чтобы вам работать, вам всё также нужно иметь разрешение на работу, это либо освещение, либо зазволение. И да, хочу вам сказать, что ужинды всё-таки принимают документы, но не принимают людей, то есть работодатели подают всё сейчас онлайн, и потом, когда что-то готово, ужин отправляет просто почтой на адрес, главный адрес своего работодателя, того работодателя, у которого вы работаете. И только после того, когда работодатель получает эти документы, он вас может оформить легально. Но хочу вам сказать тот факт, что да, государство об этом говорило, и нет, государство ещё и такой закон не приняло. Поэтому, если у вас заканчивается виза, то вам нужно подумать о таком выходе, как подать документы почтой на карту временного либо побыта, либо там по воссоединению, по другим обстоятельствам, насталый побыт, в общем, видов очень много, вы об этом тоже знаете. И после того, как вы подаётесь почтой до последнего легального вашего пребывания на территории Польши, вы находитесь легально, но вы не можете работать. Дальше. Когда вы подаёте документы почтой, вы у меня также спрашиваете, какой должен быть пакет документов, чтобы отправить в ужин по делам иностранцев. Так вот я вам скажу, что собираете максимальный пакет документов. То есть вот какой есть список документов, это максимальный вам нужно собрать. Поэтому понятное дело, что никто вас сейчас не будет вызывать на отпечатки пальцев. Ваше дело просто попадёт в руки к инспектору, который занесёт вас в базу. Многие также путают, и многие, точнее, слятся, почему так долго проходит вот это дело, почему сейчас очень долго рассматривают карту временного повода. Я вам хочу сказать так, что сначала подпадает ваше дело в ужин по делам иностранцев. А затем инспектор, который принял ваше дело, вбивает ваши данные в интернет, в компьютер. И после этого они собирают на вас все справки о несудимости, о алиментах на территории Польши, о каких-то карах и так далее. Поэтому эти все документы идут в Стражу Граничную, а также в суды. И после того, когда уже придут разные подтверждения, справки с Страж Граничной о том, что вы ничего не нарушали, судов и так далее, только после этого инспектор берёт опять заново ваше дело и начинает проверять работодателя, на котором вы работаете, всё ли у него лекальное, платит ли он налоги, нет у него каких-то задолженностей и так далее. После этого он проверяет только ваши документы. И вы понимаете, что этот процесс может длиться до полгода. Вот так вот, если полиция, Страж Граничная, они до полгода это рассматривают дело. Дальше оно попадает к инспектору, и вы в течение уже полгода могли поменять 2 или 3 раза, а некоторые даже 4 раза уже работодателя. Поэтому от этого всё и зависит. Чем больше вы меняете работодателей, но чем быстрее вы доносите какие-то документы нужные, тем быстрее рассматривается ваше дело. Поэтому я вам снимала уже отдельное видео, как ускорить процесс получения карты временного попыта. Если вы ещё не смотрели, то переходите по ссылочке, я вам оставлю либо где-то здесь вверху, либо в конце видео, и вы сможете посмотреть. Дальше. Когда вы собрали пакет документов? Следующий вопрос, это был от вас, как сделать оплату? Ну, ребят, оплату сделать легче, проще всего. Я постараюсь в инфобоксе под названием видео. Открываете стрелочку вниз, и там открывается инфобокс с полезной информацией для вас. Я оставлю максимально все воеводства, которые отвечают за отделы иностранцев. И на каждом этом сайте вы можете найти информацию, как сделать оплату. То есть там будут реквизиты каждого ужинда по делам иностранцев для того, чтобы заплатить за карту. Я думаю, что я этим смогу вам помочь быстрее, как-то понять, сколько и где вам нужно платить. Так вот, у каждого есть банковский счёт. Если же у вас нет банковского счёта, то у вас есть знакомые, друзья, родственники, у которых 100% этот банковский счёт есть. У многих из вас есть приложение в телефоне. Вы просто вписываете туда данные, сумму, которую вы должны оплатить. В примечании обязательно пишите, за что вы платите. То есть, например, за оплату, за дозволение на попыт и працы там, и свою фамилию, имя. Либо же там оплату за дозволение на сталый попыт и так далее. То есть в зависимости от того, за что вы платите, вы должны описать. И обязательно, просто обязательно, даже если вы отправляетесь со своего счёта, обязательно в примечании должны написать вашу фамилию, имя, так как она в загранпаспорте выглядит. После этого вы берёте, распечатываете себе подтверждение этого документа. Слушайте, я уже многим, наверное, тоже говорила лайфхак, что когда вы приезжаете в Польшу, то первое, что вам нужно купить, это сканер Друкарка 3 в 1. То есть это где вы можете распечатать, сосканировать документы. На сайте OLEOLE, например, либо на Allegro есть такие Друкарки, которые стоят по 120-150 слотых. И вам этого хватит достаточно, если вы, конечно же, не работаете в какой-то такой печатной сфере, в плане офисной, что вам нужно очень много печатать. Если же нет, если вам только для того, чтобы тут пребывать, легализировать себя, как-то распечатывать документы, то я вам честно скажу, это такая помощная штука. Она вам так окупится нереально. Мне за 4 года, которые я купила 5 лет назад Друкарку за 90 слотых, окупается до такой степени, вы не поверите просто. Я сразу заказывала блок в Ума-Маги, целую такую опакование, хотя сказать, боже, у меня все польские слова лезут в голову, целую такую коробку. И я до сих пор, вот уже прошло 5 лет, и до сих пор этим опакованием, этой коробкой пользуюсь, понимаете? То есть это более чем 2000 страниц вроде там лежит, я уже не помню, буду вам врать, но я до сих пор 5 лет прошло, и я все равно пользуюсь, хотя у меня работа связана с документами. Я очень много печатаю для иностранцев документации, для работы своей, для легализации своей, и у меня все это есть. Да, факт, что, возможно, краска дорогая стоит, где-то один картридж стоит 50-60 золотых, но если вы в этом спец, если вы в этом разбираетесь, то, конечно же, вы можете купить себе лучше, найти для себя что-то лучшее. Я вам оставлю название своей другарки, если вы захотите, то можете ее купить, это самый простой вариант, и самый простой вариант в обслуживании. Возвращаемся дальше. Поэтому вы после этого просто печатаете подтверждение оплаты, делаете копию, ну, либо же просто распечатываете, потому что у вас и так подтверждение будет в телефоне, и прикладываете к пакету документов. Самое главное, да, оплату нужно прикреплять, то есть у вас должно, обязательность документов быть, это два внеска, четыре фотографии, ваше также легальное пребывание здесь, то есть ваша копия всего полностью паспорта, ваше разрешение на работу, то есть это освещение либо зазволение, договор, страховка и оплата. Все остальное, все остальные документы, такие как заложник номер 1, опинистарост и так далее, конечно же, можно все будет донести, но если у вас нет опинистароста, но у вас есть заложник номер 1 от работодателя, то это просто супер, это просто вау, потому что если даже у вас договор подписывается каждый месяц только на 30 дней, а в заложнике написаны даты на 3 года, то вам и карту дадут на 3 года. Дальше. После этого вы все собираете в конверт и заполняете конверт. Конверт я вам тоже расскажу, как это заполнять, как его писать, но в основном все просто. Когда вы смотрите на этот конверт, в левом верхнем углу вы пишете ваш адрес, в правом нижнем углу вы пишете адрес, куда вы отправляете. В Польше принято так, что вы сначала пишете название, кому вы отправляете, то есть фамилия, имя, либо название отдела, либо название учреждения, а потом адрес, код почтовый, точнее индекс и город. Все. И с другой стороны конверта вы клеите желтую бумажку, то есть подтверждение за наданием. Почему это нужно? Почему это важно? Это важно для того, что это будет подтверждение для вас, о том, что ужин принял документы, потому что вам эта желтая карточка должна вернуться с печатью от почты и с печатью от ужин, либо подписью, когда этот документ был отдан. То есть для вас это будет очень хорошим подтверждением, то что вы отдали свои документы в ужин, даже если там какие-то начнутся конфликтные споры и так далее, то вы всегда имеете подтверждение того, что, например, 25 февраля вы отправили в ужин пакет документов. Поэтому храните эту желтую бумажечку для себя, как корешочек о подаче на карту временного повода. Далее. Вы, наверное, тоже многие читали в интернете, и с понедельника со вторника уже будет объявлен официальный закон по поводу антикризовой ситуации в стране. То есть это будет помощь для и работодателей, и работников, которые находятся сейчас без работы. То есть они планируют заплатить каждому работнику, который не работает на данный момент, но трудоустроен на умове взлицения, либо же на умове отдела, по 2000 злотых на это, который не будет облагаться налогом. Но я еще, знаете, что я вам хочу сказать? То, что оно не будет облагаться налогом, это, конечно же, хорошо. Но только помните тот факт, что в следующем году, когда вы будете рассчитывать ПИД, то ваш возврат налога может быть меньше быть, а даже может быть такое, что вы должны будете доплатить. Это то же самое, как мамочки, которые сидят в декрете, но им платит СУС как бы выплаты, пособие от работы. Они не облагаются налогом. Но бывает так, что мамочки, которые рассчитывают ПИД-11А за год целый, им нужно будет доплатить 1000 злотых, даже 500 злотых и так далее. Поэтому, знаете, в этих ситуациях есть палка двух сторон. Какие-то и плюсы, и минусы. Далее, это то, что люди смогут пребывать 30 дней, даже если у них закончились легальные документы для пребывания, но не для работы, помните об этом. И много еще некоторых нюансов по поводу страхования и так далее. Не хочу сейчас разглашать и говорить каких-то громких слов об этом, потому что нет еще четких, конкретных пунктов, которые 100% они примут. Потому что одно дело, они там голосуют, эти депутаты, а другое дело то, что они примут и как это вообще будет действовать. Если же у вас есть Инстаграм, подпишитесь на мою страничку, пожалуйста, потому что там я стараюсь вам выкладывать как можно больше информации актуальной. Также я скидываю в сторисы актуальные скрины, документов, каких-то сайтов, которые помогут вам разобраться в ситуации, которая происходит сейчас на территории Польши. Поэтому, если у вас еще остались какие-то вопросы, я знаю, что это видео, возможно, и не было каким-то информативным, каким-то полезным. Еще единственное, что хочу добавить, что те мамочки, либо папочки, которые сидят на засилке опекуншем, которые получают пособие за опекой над ребенком, то имеют право продлить его до 10 апреля. То есть вам нужно еще раз написать ошведшение своему работодателю, и он потом этот документ отправит в ЗУС, и вам будут выплаты продолжаться. То есть это будет 80% от вашей заработной платы. Вы можете оформить этот документ. Если же вы находитесь на умове операции, то вы можете оформить L4, то есть больничный, либо взять отпуск, как платный, так и за свой счет. То есть вариантов тоже очень много. Я вам писала об этом и в Инстаграме, и на Фейсбуке. Если у вас еще остались вопросы, либо же вы хотите поговорить на какую-то определенную тему, чтобы я вам рассказала об этом видео, то тоже напишите мне об этом. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Пожалуйста, не паникуйте. Рано или поздно это все пройдет. Все у нас будет хорошо. Ну а с вами мы увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok